Здравствуйте! Сегодня, в преддверии Дня Победы, я расскажу вам о книге Виктора Астафьева «Проклятые и убитые». Я хотел к празднику прочитать что-нибудь из военной прозы, чтобы рассказать вам. Давно собирался взяться за роман Виктора Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», но в бумажном виде у меня его не было. Электронная книга у меня не работает. Единственная военная книга, которая у меня была на полке, это «Проклятые и убитые». Довольно увесистый том, 800 страниц, кирпич, кто-то говорил из моих знакомых, но читается оно тяжело, но интересно. Эта книга вызвала во мне противоречивые чувства. С одной стороны, она меня не шокировала. Примерно так себе я войну представлял. Что-то в ней есть эпатирующее для нежных умов, для интеллигентского сознания. Эта книга очень травматична. Очень трудно любить Астафьева и, например, Газданова. Но, тем не менее, эта книга вызывает самые разные чувства. С одной стороны, ставить под сомнение фактичности, конкретности воспоминаний Астафьева, которыми он наполнил свою книгу, я не берусь. Эта книга действительно имела, описанная в ней действительно имела место. Первая книга этого романа «Чёртова яма» – это описывание быта запасного полка. Но она не посвящена военным действиям, а только подготовке к ним. В карантине, в сибирской тайге, запасный полк готовится к военным действиям. Вторая книга «Плацдарм» – это битва на так называемом Великоклининском плацдарме в 43-м году при форсировании Днепра. Сам Астафьев хотел написать третью книгу, завершающую этот роман, но не смог, хотя писал в ней 6 лет. Почему это произошло, отвечает уже написанная им. Писал в ней 4 года, с 90-го года при 94-й, и вызывает она те чувства, которые можно было бы назвать недоумением. С одной стороны, печально, что такой талант писателя, такой талантливый писатель, такой самобытный, такой глубокий, как Астафьев, такой, идущий изнутра, идущий от почвы, деревенской прозы. В этой книге сводят счёты. И сводит счёты он не с врагом, не с фронтовым врагом, а с собственной армией. Особистые политруки показаны в этом романе, как законченный сволочь. Штабные тыловые крысы, те, кто находятся вдалеке от фронта, не вызывают у авторникового сочувствия, описаны они с ненавистью, с неприятием, с отторжением. Главные же герои, чья история описана очень детально, их детство, юность, их попадание в армию, призыв. Все самые разные герои. Здесь есть и Шабудной Булдаков, и предприимчивый Шестаков, и вороватый Шорохов, он же Зеленцов, и капитан Чузь, комбат батальона, который правильно растерзанен в этом плацдарме. Атмосфера хозяйственного бардака, вызывающая ощущение, что мы не умели воевать. Как мы только выиграли в этой войне, непонятно. К сожалению, в этом романе есть описание немцев. Немцев как высокоорганизованной, дисциплированной нации, даже богобоязненной. Все это вызывает отторжение у читателей, потому что мы понимаем, что то, что творила немецкая армия в тылу, простите, не в тылу, а на оккупированных территориях в нашем тылу, это не описать никакими словами. Достаточно посмотреть фильмы Лема Климова «Иди смотри» или «Хатынскую повесть» Алисы Адамовича прочитать, по которой поставлен этот роман, этот фильм. Становится понятно, что не так все было просто. И они превратились в высокоорганизованную, дисциплированную нацию, в законодательных скотов. Но для заставки важно свести счеты с руководством, с советской властью, которая в его глазах кажется самым ужасным, как бы то ни было, другая властью. Есть в этой книге обращение к Богу, есть в книге размышления о жизни, о войне, но поданы они без христианского глубокого чувства, без чувства прощения врагов и без любви к врагам. Примириться с прожитым, примириться с своими врагами, полюбить их, пожалеть их, как тех, кто страдал, тоже как ты, очень трудно. Но для того, чтобы война закончилась в сердце человека, это очень необходимо. А Стахик, к сожалению, этого не смог сделать. В книге вот этого пострадала, у меня есть некая мисонтропическая ярость, ненависть к человеческому роду. Это не просто какой-то сгусток злобы, какой-то сгусток ненависти, но есть и теплота, описывающая влюбленность, детство, юность героев. То, что напоминает порой автора «Коня с розой гривы» или «Царя рыба». Замечательное его произведение. Но даже в сборнике «Повести рассказы в последний поклон», который он писал много лет, видно это уже сползание автора возлобления в мисонтропию, в счеты с людским родом и с миром, которые лишь прикрываются его счетами с советской властью. Я не ставлю никакое сомнение, это ослабление и талант писателя. Но очень тяжело это все читать, очень трудно с этим смириться. Потому что сводить счет со своей страной, это не позволено даже для антисоветчика, это неприемлемо даже для антисоветчика. Я считаю, что преступления советской власти перевешивают ее достижения. То есть я, в общем-то, не советчик. Даже я считаю, что сводить счет со страной, которой давно уже нет, а Стаффи начал писать свой роман уже когда власть умирала, когда умирала страна, и потом, когда она умерла, он сводил с ней счет, и это, на мой взгляд, просто неприлично. Так же, как и Василь Быков, который ушел в эмиграцию, уехал из Белоруссии в Германию, с которой он воевал, и там писал произведение без цензуры. Тоже, на мой взгляд, просто ренегатство. Но мы не можем судить талантливых писателей. У них есть замечательные совершенно эпизоды, замечательные пассажи, которые я хотел бы вам процитировать. Я процитировал в конце своего выпуска, потому что я дам ссылки на полный обзор этого романа на своей странице в Фейсбуке. Я дам ссылку на программу канала Культура Библейский Сюжет, посвященную этому роману. Я надеюсь, что вы почитаете этот роман и найдете в нем много нового. Но читать его надо с холодной головой. Потому что, хотя порой ее трудно сохранить при таком содержании, но это необходимо. Для того, чтобы не воспринять происходящее, описанное в этом романе, слишком близко к сердцу. Чтобы не прикипеть, не опутаться этой злобой, этой ненавистью к людям, к сожалению, к своему собственному народу. Но у Астафьевки, как я уже сказал, есть пассажи, наполненные удивительной теплотой, удивительной человечностью, которая показывает, что не все еще в нем сожжено, не все еще уничтожено тем бюросом из тропической ярости. Пассаж, который хочу вам процитировать, есть в 13 главе первой книги этого романа. Это пассаж о хлебном поле, который остался неубранным, и потом предается огню. Астафьев превращает этот образ в некую метафору жизни на земле, метафору войны, метафору запустения человеческого, метафору бардака, который не превращается в России уже много лет. Смотрите, что он пишет. Вблизи степь не выглядела так сказочно красиво, как с первым мимоходным приглядом. Да так, после мглистого березового колка, где из белой мякти выпутывалось заспанное солнце, золотело и пробужденно отливало, сверкало, под солнцем волнами перекапалось бесконечное желтое поле. Но возле покинута стоящих комбайнов, завязших в снегу, в смятой кашинине, все было в лишайных проплешинах, все прибито, разворошено, от всего веяло тленом. Комбайны походили до потопных животных, которые брели, брели, посникнули хлебным волнам, но нет нигде берегов, нет на земле никакой пристани, никуда им не добрести. И остановились они удрученно, опустив хоботы. Хлебное поле, недокошенное, недообранное, долго сопротивлялось ветру и холоду, жило своего сеятеля и пахаря до снегов. Ветер длился все поразительнее, все злее, делался все поразительнее, все злее, бежал, снотрепал на нескошенные стебли с поникшими колосьями и завеял с занозистой осью в воздухе, серой пылью покрыто пашенное пространство, заструилось из колосьев зерно на целую землю. Однажды налетел ветер с дождем, со снегом, додел гибельную работу, опустошил хлебные колосья, накрыл подножие стеблей мокрым снегом, захоронил под ними плотно слившееся зерно, растрепал, пригнул, спутал между ними облегченные стебли. Соломинки, что по суше хрупко ломались, что погибче полегли возле дороги в разнохлест. Каждая сломанная трубочка стебля, налитая дождем, держала в узеньком отверстии застывшую каплю, и словно бы тлели день и ночь, поминальные свечки над усопшим хлебным полем, уже оплакавшим слезами зерен. Бисерные, негостимые огонечки, сольясь вместе, сияли тихим божественным светом из края в край, и совсем почти неуслышанный стеклянный шелест, невнятный звон землеумирания, звучал над полем прощальным молитвенным стоном. О, поле, поле, хлебное поле, самое длинное творение человеческих рук! Тысячи, может быть, миллионы лет прошли, прежде чем нашла себя щелку на берегу моря-океана, комочек остывшей лавы. Меж скал пронзила его корешком живая травинка на планете, все еще с высот царящий пеплом, охваченный огнем и дымом на грозно-оправленных вершинах. Еще много-много лет, и зима минула, покуда вырастилась травинка в пазушке стебелька-маханька-зернышко, и из него возникло невиданное творение природы, хлебный, рисовый, маисовый колосок или кукурузный початок. Будут еще и еще произрастать под солнцем плоды земные, и кусты бобов, и клубни картофеля, и кисточки проса, и хлебное дерево, и всякие другие чудеса. Но колосок сам по себе являющийся в такую красоту, такое совершенство природы. Матерь земле будет сотворить только раз. Извергнувшись огнем и смерчем, приготовляясь к жизни, природа должна была сотворить чудо, и она сотворила его, выполняя предназначение судьбы, веление Бога для жизни на земле. Будет еще и пламя ее изжигающее, и лед ее сковывающий, и смерч ее разметающий, но снова и снова воскресала на ней, не смытая морской волной, диким камешком, диким камнем, нераздавленная, холодом немерфленная зернышко. Цеплялась зерк корешком на сушу, и строглась она долгожданным колоском, чтобы покормить тех, кто возник на земле. И прозреет для жизни пшеница, то была незрачной, и извалась полкой. Много раз пройдет по кругу своему земля, много раз повернется боком к жилительному солнцу, походу существо под названием человек, размножаясь, расселяясь на землю по земле, в поясах хлеба насущного, ткнется на тот клосок, выглядит его из многочисленных уже трав и растений, разотрет клыками, почувствует в малом зернышке такое могущество, которое способно вскормить не только рот человеческий, но и скот и птицы, малых зверушек. Однажды, зажав в когтистой темной горсти зернышко земного злака, человек попытается понять его назначение, глядя на осыпающиеся пылинки трав, на окружающиеся в воздухе крылатые семена, на произрастающие новой травой, новым колосом и наливающимся в нем зернами растений, человек поковыряет сучком землю, высоплит из горсти черную ранку дикий злак. Творя хлебное поле, человек сотворил самого себя. Век за веком, склоняясь над землей, хлеборов ввел в свою борозду, думал, что думал о земле, о Боге, тем временем воспрянул на земле стыда незнающий дармоед, придяясь в рыцарские доспехи, в религиозные сутаны, в мудиры гвардейцев, прикрывая прелитый то крестом, то дьявольским надзнаком. Дармоед ловчился, однять к христианинам главное достояние – хлеб. Какую нахлость, какое бесстыдство надо иметь, чтобы отрывать христианина от плуга, плевать в руку дающую хлеб. Христианин сказал бы – «Хочешь хлеба – иди и сей!» Да замутился их разум, и осатанили они, уйдя во вслед за галифастными пьяными комиссарами от земли, в расхристанные банды, к веселой шабутной жизни присоединились ко всеобщему равноправедию хору бездельников, оручих о мировом пролетарском равенстве и счастье. Выродок из выродков, вылупившись с земли чужеродных шляпников и цари-убийц, до второго распятия Бога, и дедоубийства, дошедший, будучи наказан Господом за тяжкие грехи бесплодием, властя за это всему миру, принес бесплодие самой рожалой земле русской, погостил смиренность в сознании самого доброго народа, оставив за собой тучи болтливых лодорей, не понимая, что какой труд, что за ценность каждая человеческая жизнь, что за беспечное, бесценное создание хлебное поле. Какое излом, какое уродство, какое извращение, какие чудовищные изменения произошли в человеческом сознании, когда пахарь и сетель начал терять уважение хлебному полю, перестал ему молиться, подсчитать его дошел до того, что начал предавать его огню, той самой силе, которая до него не раз разрывала и испепеляла железную плоть. Над полем выгорает воздух, удушливым самрадом исходит чадящий хлеб, зерно накаляется, могучая плоть струит сини-сизый дым, прежде чем взорваться и затмить огнем и самрадом все вокруг. Рвет кашлем грудь пораженного ужасом человека, следят с его глаза, останавливается удушенное дыхание. То силы небесной карают чадо Божие за самый тяжкий грех, предание огню и гибели хлеба насущного. Выронив или выбросив из горсти колосок, встрастивший его христианин, потерял связь с пашней и утратил смысл своего существования. Перестал уважать и всякий другой труд, отбросил себя на миллионы лет назад, обрек на очередное умирание, на многомиллионное забвение, многомиллионолетнее забвение, как мать, убившая свое дитя, не смеет называть себя матью, и так человек, убивший хлеб, значит жизнь на земле не смеет называться себя человеком. Хлебное поле, единое в своем бедстве и величии, оно земной бороздой соединило со всеми полями земли и воспрянет, воспрянет, засияет хлебное поле на западе и на востоке и в Никитинской стороне, на сибирском приволе воспрянет, земли страдалица, не привыкать сокрывать зеленями и деревьями, деревьями гаря, раны, воронки, война временна, поле вечно, и во вражнем стане, на чужой стороне, она отпразднает весну нежными всходами хлебов. После огня и разрухи озарится, земля солнечным светом спелого поля, звучит музыка зрелого колоса, звенит золотым зерном, и пока есть хлебное поле, пока зреет на нем колосе, жив человек, и для вас впоследствии человеческая душа, распаханная Богом для посевов добра, для созревания зерен заведательного разума. Иосифовское поле воскреснет, все эти, вернувшись к нему из огня войны, воспрянет для труда и приклюнет тех, кто хотел приручить его с помощью оружия до словесного блуда отнимать хлеб ближнего брата своего, когда нажует жениться по имени Анна или Валерия в тряпочку мякиша свежемолотого хлеба, суньки фроса уезет в дитя, и надавив его ребристым нёбушком, ребенок почувствует хлебную сладость и поразит его тело жирительным соком, и кашляя карабинга наполнится могущественной силой жизни воскресения. Тогда вот только и кончится война. Вот за эти страницы, за эти вдохновенные страницы, которые трудно прочитать без волнения, вот за эти великие страницы можно этому роману все простить. И действительно они готовы войти в сокромощницу нашей литературы. До свидания.